Всем привет, уважаемые друзья и подмечники. В этой папке содержатся материалы о чудовищах из Балтимора, за которыми наблюдали научные сотрудники и персонал во время предварительной зачистки. Здесь нет результатов последних исследований, но эта информация достаточна для ознакомления с вопросами. Одной из наших самых интересных находок в тюрьме на острове Карноси стал дневник заключенного по имени Клем. Он составил иллюстрированный справочник с описанием всех чудовищ, которых видел, и назвал их своеобразными именами. Мы были удивлены его образованностью и проделанной работой, и решили впредь использовать его классификацию. Жнец Это самый многочисленный вид чудовищ из тех, которые были обнаружены на данный момент. Его тело похоже на человеческое, но руки и ноги представляют собой длинные острые клинки, а на месте головы стоит какой-то металлический прибор. Проще говоря, жнец напоминает тех преступников, которые ходят по улицам с ножами в руках. Только эти ножи гораздо длиннее и острее. Поджигатель Этот вид чудовищ интересен тем, что может жить, несмотря на то, что его кожа постоянно охвачена пламенем. Оно гаснет только тогда, когда хозяин умирает. Пока он жив, с его тела падают пылающие кусочки кожи, но при этом он, судя по всему, не получает никаких повреждений. В Балтиморе часто горят старые дома и склады, в которых селятся бездомные. Они гибнут, попав в горящую ловушку разваливающихся зданий. Если бы они могли выживать так же, как поджигатели. Обжора Как и одно из чудовищ Карнети, обжора пожирает все, до чего сможет дотянуться. Насколько мы знаем, это основной фактор, определяющий его поведение. Кажется, мощные челюсти и острые длинные зубы обжоры созданы для того, чтобы крошить твердые предметы. И они прекрасно справляются со своей задачей. В Балтиморе уже давно существует легенда о ненасытном существе, которое питается всем, что видит. Прострел Это чудовище обладает человеческим телом, которое выглядит так, словно в него много раз стреляли из ружья. Особенно сильно повреждена голова. Его ноги напоминают паучьи. Кроме того, в них встроено какое-то огнестрельное оружие. Кажется, словно это чудовище олицетворяет собой тех преступников, которые разгуливают по улицам Балтимора, убивая людей за малейшую провинность. Торчок Это некая разновидность существ, виденных в Карнете. Внешне он напоминает наркомана из самых бедных районов Балтимора. Его поведение не отличается разнообразием. Он бросает медицинские шприцы во все, что движется. Анализ показал, что в каждом из его шприцев содержится уникальная наркотическая смесь на основе героина, которая способна мгновенно убить практически любого человека. Стрелок Это существо очень похоже на те, что мы видели в Карнете. На его спине находятся винтовки. К тому же он способен выскакивать из-под земли, что производит неизгладимое впечатление, учитывая его размеры. В истории Балтимора было несколько случаев появления тварей с винтовками для подавления восстаний горожан. Интересно, имеет ли стрелок какое-то отношение к тем делам. Мучитель Это одно из немногих чудовищ, которые не имеют человеческого скелета, кроме ужасного черепа. Он был назван мучителем за свою манеру убивать тех, кого увидит. Он способен до смерти преследовать жертву и постоянно жаждет человеческой плоти. Их появление всегда сопровождается видением человека огромного роста, который, возможно, был их хозяином. Крот Города построены на костях тех, кто работал и умирал при строительстве подземной инфраструктуры. Кроты привыкли к условиям окружения, как и те рабочие, и способны выживать в самой опасной среде. Они движутся под землей с огромной скоростью. Как именно это происходит, до сих пор невыяснено. Особенно если учесть, что им приходится преодолевать самые разные по плотности материалы. Душитель Это существо двигается на удивление легко, несмотря на потерю нескольких конечностей и чувств. Оно видит своих врагов, когда они появляются в луче испускаемого им света, и безжалостно расправляется с ними. Судя по его внешнему виду и тенденции появляться в определенных местах в восточной части Балтимора, оно каким-то образом связано с исправительной тюрьмой. Изоляционист Это чудовище предпочитает темноту и старается сделать все, чтобы вокруг не было ни одного источника света. Мы так и не смогли как следует рассмотреть ни одного изоляциониста, не говоря уже о том, чтобы поймать хотя бы один экземпляр. Кажется, он имеет какую-то странную связь с существами, похожими на тараканов, которых он производит в огромных количествах. При взгляде на изоляциониста на ум приходят те, кого обычно сажают в одиночные камеры. Сцилла На данный момент это самое большое из встреченных нами чудовищ. Нам до сих пор неизвестно, является ли он единственным экземпляром, или другие просто не попадались на глаза. По виду оно напоминает крота, но гораздо больше и опаснее. Тело этого гигантского существа усыпано множеством голов, которые в любой момент готовы вцепиться в ничего не подозревающую жертву. Заметки. Концуэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ В изучении истории острова Карнати я решила написать что-нибудь менее мрачное. Мне показалось, что самый большой город нашего штата может послужить интересным объектом исследований. Правда, погружение в историю Балтимора заняло достаточно много времени. Я всем сердцем желала уехать с острова, но вскоре поняла, что Чарм-Сити таит в себе не менее темное прошлое. Может быть, дело только во мне? Неужели жизнь на Карнати изменила меня настолько, что я стала замечать только плохое? Или в жизни много зла, которого я раньше не замечала? Порт Балтимор. Балтимор занимает выгодное географическое положение. В XVIII веке на этом месте был порт для быстроходных кораблей, а в наше время это самый важный грузовой порт на восточном побережье. Правда, есть и обратная сторона медали, так как и в прошлом, и в настоящем порт является лакомым куском для преступников. Здесь находится множество заброшенных построек, и жители Балтимора вряд ли знают, для чего используется порт. Легенды города. Одна из самых трагических историй Балтимора произошла во времена Великой депрессии. В 30-х годах XX века в городе жил священник, у которого не было возможности покупать продукты для кухни бедняков, и он подавал голодным блюда из человеческой плоти. В то же время возродилась давняя городская легенда об обжоре. Во времена сокращения поставок продовольствия родители рассказывали своим детям об обжоре, который съедал все продукты и мог съесть их самих, если они будут плохо себя вести. Туннели. Как и под любым достаточно старым и большим городом, под Балтимором находится разветвленная система туннелей. Срок их использования давно вышел, и многие конструкции находятся в аварийном состоянии. Находиться там опасно для жизни, но многие иммигранты, большей частью из Ирландии, были вынуждены их ремонтировать, так как другой работы для них не было. Говорят, что их предсмертные крики до сих пор слышатся из-под земли. Старая станция. Рабовладельческий штат Мэриленд отделял мир рабства на юге от мира свободы на севере. В штате было множество железнодорожных станций. В одном из таких мест в Балтиморе жил охотник на рабов Копперфильд. Жители города рассказывали, что Копперфильд улыбался, спуская своих собак на беглых рабов, и смотрел, как свора заживо пожирала беспомощных людей. Линчевание. Даже самый неопытный переговорщик подтвердит, что разбушевавшегося человека успокоить можно, но утихомирить разъяренную толпу не сможет никто. Еще 80 лет назад в Балтиморе на угловой улице ярость толпы всегда заканчивалась кровопролитием. Но все это осталось в прошлом, и никто уже не помнит, в чем была вина преступников. Толпа сама решает, виновен он или нет. Исправительная тюрьма в Восточном Балтиморе. Исправительная тюрьма Балтимора была предназначена для содержания опасных преступников. В течение 50 лет ей управляли жестокие начальники, воспитавшие не менее жестоких тюремщиков. В конце концов в тюрьму попал преступник по имени Блэкмор, который преподал им всем урок. Его жестокость превысила жестокость его надсмотрщиков. Обеденный зал тюрьмы. Тайна каждого тюремщика в том, что он практически беспомощен перед превосходящим числом заключенных. Однажды в 70-х годах заключенные тюрьмы взбунтовались и смогли убить начальника. Говорят, что его кровь до сих пор видна на полу в обеденном зале. За убийством последовала жестокая расправа. Охрана открыла огонь по заключенным, и многие были застрелены. Но после бунта всем стало ясно, кто в тюрьме сильнее. Отсек одиночных камер тюрьмы. Сложно наказать тех, кто сидит в тюрьме. Тюремщики стали изобретать способы лишения заключенных оставшихся свобод и привилегий. Света, свежего воздуха, возможности двигаться и говорить с другими людьми. Достаточно посадить заключенного в карцер, и он будет лишен всего этого. В балтиморской тюрьме этот вид наказания был самым жестоким. Семь человек совершили самоубийство, чтобы освободиться из темной коробки. Машинный цех Самый известный начальник тюрьмы Реймонд Элрой старался как можно больше унизить заключенных. Для этого он направлял их работать в машинный цех. О безопасности людей никто не беспокоился. Однажды затворки на печах расплавились, и одежда на нескольких заключенных загорелась. Они сгорели заживо. После этого в машинном цехе постоянно стоял запах горящей человеческой плоти. Легенда о Потрошителе В полиции нет ни одной записи о Лютере Стиквеле, но жители Балтимура помнят его и называют Потрошителем. Как гласит легенда, он был сутенером, который ненавидел женщин. Сначала он убил тех, кто на него работал, а потом стал убивать других, обладавших определенной внешностью. От его рук погибло более двухсот женщин. Меня пробирает дрожь при мысли, что он все еще может скрываться где-нибудь в городе. Остров Карнати Жители Балтимура и Мэрилэнда стараются меньше говорить об острове Карнати. Многие притворяются, что такого острова не существует. Но вот он виднеется вдалеке. Его можно увидеть даже с берега. А по количеству зверств его история превосходит историю Балтимура. Все жители острова так или иначе связаны с каторжной тюрьмой Эббот, расположенной на нем. Земля там пропитана кровью убитых заключенных. И это пятно останется на всю жизнь. Бассейн Блэкмора Кажется, любой человек в Балтимуре дрожит при одном упоминании о Блэкморе. Этот известный наркоторговец захватил всю торговлю наркотиками в восточном Балтиморе. Своих врагов он топил в подземном бассейне. Его почти никто никогда не видел. Но именно в этом заключается его тайна. Он стал почти легендой на краю видимости, призраком чистого зла, терроризирующим город. Дневник Кармен. После этого мы будем уже заканчивать. Это последняя книга. Я старалась ничего из этих вещей не выбрасывать. А что делают мои подруги, когда расстаются с друзьями или мужьями? Выбрасывают все, что напоминает им о прошлом. Сжигают, разрывают на кусочки. Когда я разозлилась на Ти, я ничего не стала выбрасывать. Какая-то часть меня жаждала забыть его. Но другая часть надеялась на то, что все закончится хорошо. Кори и Малкольм значат для меня все. Из-за них я рассердилась на Ти. Я хотела, чтобы они ни в чем не нуждались. Понимал ли он, что именно от него зависело их счастье? Правда, с тех пор, как я переехала на Манхэттен, он был хорошим отцом. Я скучаю по ним больше, чем когда-либо. Мы должны быть вместе. А если для этого мне придется помириться с Ти, что ж, и не такое бывало. Майлз лучше друг Ти. Он умен и, по-моему, дружелюбен, но слишком часто попадает в неприятности и тянет Ти с собой. У него есть бар «Андеграунд», и именно там Ти ввязался в драку, из-за которой его посадили в тюрьму. Интересно, какую роль сыграл в этом Майлз. Я всеми силами пыталась удержать Ти от тех людей, которые могли разрушить нашу жизнь. Но мне это не удалось. Даже сейчас помню запах тюрьмы. Кажется, они целую вечность продержали нас на улице под дождем. Я стояла и смотрела на других женщин, пришедших навестить заключенных. И мне было страшно. Как мог Ти заставить нас пережить все это? В здании тюрьмы было холодно. Помню, как изменилось выражение лица Ти, когда я сказала, что все кончено, и я подаю на развод. Он посмотрел на меня так, словно я его предала. Но я сказала, что это он предал всех нас. Детский приют Гарви. Казалось бы, безобидное название. Но, по-моему, он был набит маленькими монстрами. Ти мало рассказывал о нем. Но я многое поняла сама. Он часто просыпался с криком среди ночи и просил, чтобы его просто оставили в покое. Однажды мы гуляли по городу и нечаянно прошли мимо приюта. Ти остановился, развернулся и сказал, что ему нужно домой. Если бы мне предложили сжечь какое-нибудь здание, я бы не стала долго думать. Блэкмор. Как противно писать это имя. Теперь я знаю, что это был он. Виноват Ти или нет в том, что случилось в баре Майлса, я не знаю. Но ясно то, что все случилось по вине Блэкмора. А то, что Блэкмор сказал мне о мальчиках. Пусть он король наркоторговли или кто там еще, он вывел зло на новый уровень. Он само воплощение зла, которого просто не может быть в нашем мире. К тому же я его еще никогда не видела. Нектое, конечно, не очень много собрано. Я пытался найти все некоторые материалы. Ну, что ж. Это был Софи Энг. Два кровные лозы. Рассказы о монстерах, союзниках, предателях и тайной понестиях. Всем спасибо, всем пока. И удачего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...